В Новомихайловском городском поселении появились свои фермеры. Пока их количество едва превышает пару десятков. Это люди, которые трудятся на земле и получают от этого не только удовольствие, но и реальный доход. Поддержка личных подсобных хозяйств – одно из приоритетных направлений в развитии экономики Кубани. Выгодно ли быть фермером? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале. Вот это моя теплица, которую я приобрела два года тому назад. Именно тогда Людмила Васильевна загорелась идеей выращивать в закрытом грунте овощи. Для себя. Купила теплицу 3 на 8 семена и начала работать. За два года теплица полностью окупила себя и стала приносить реальный доход хозяйке. Только в этом году Людмила Васильевна собрала 120 килограмм урожая. Я в прошлом году собрала 100 килограмм. Это точно продала. И у меня люди приходили прямо на дом и покупали. То, что я еще закрывала, то, что еще гостей кормила своих все лето, это я уже не считаю. Я два года вот один ряд садила помидор. И вы знаете, вырастила ели. Вот было это очень вкусно и радостно на душе, потому что это свое. Такие земледельцы, как она, в районе находятся под пристальным вниманием. Недавно Людмилу Васильевну с другими овощеводами Туапсинского района возили на экскурсию в тепличное хозяйство Краснодара. Впечатление от увиденного было настолько стильным, что Людмила Васильевна приобрела вторую теплицу, где собирается выращивать исключительно помидоры. Я там увидела то, что никогда даже не могла представить, как это выращиваются. Помидоры высокие, по 2 метра в высоту. И у меня загорелась вот такая вот, ну не знаю, душа моя. Мне так захотелось еще поставить одну теплицу, чтобы мои помидорчики выросли только в своем доме, не прикасаясь ни с какими другими растениями. Кстати, за нее она может получить субсидию от государства. 300 рублей за один квадратный метр теплицы. Но только в том случае, если переоформить целевое назначение своей земли на личное подсобное хозяйство. Поэтому я думаю, что будущее и на севере, и у нас на юге именно за личным подсобным хозяйством. Кубанская ярмарка, которая составилась на ипподроме, куда мы вывезли десятки, сотни наших фермеров, которые перезнакомились, которые получили понятие о субсидиях за теплицу, о субсидиях за молоко, за мясо, за фрукты, овощи. То есть у них загорелись глаза. Вопрос развития поддержки малых форм хозяйствования на селе давно остро стоит перед властями Краснодарского края. Уникальные климатические условия, плодородные земли – все это позволяет здесь развивать эту форму деятельности, тем самым увеличивая уровень жизни граждан, отчисления в бюджет и насыщение рынка нашей отечественной продукции. Придет время, когда высококачественная продукция будет стоить значительно дороже энергетических ресурсов и так далее, но нам ее нужно научиться выращивать. Нужно сейчас учиться выращивать, потом пройдем и сертификации, и все, но самое главное – уметь сегодня выращивать. И вот это умение позволит крепко стоять на ногах не только нынешнему, но и будущим поколениям России. Пробным шаром в развитии этого направления стало принять долгосрочные целевые программы развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края на 2007-2009 годы. Тогда программа позволила переломить ситуацию и добиться положительной динамики в увеличении роста объема производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, причем практически на всех территориях края. Вот за такими предприятиями будущее, понимаете, поэтому мы поддерживали и будем поддерживать малые программы. Положительные результаты показали, что нельзя останавливаться на достигнутом, и уже в 2009 году принимается целевая программа развития малых форм хозяйств агропромышленного комплекса на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы. Она предусматривает в первую очередь финансовую поддержку предпринимателей в этой сфере, субсидии за установку теплиц, приобретение кормов, скота, высадку садов, виноградников. Также в программе предусмотрено бесплатное обучение предпринимателей сельскохозяйственной сферы. Чтобы заработать на сельхозпроизводстве, нужно учиться технологиям выращивания. Например, в Брюховецком районе находится пока единственный в крае учебный центр развития личных подсобных хозяйств. Создан он в 2007 году на базе местного аграрного колледжа и по инициативе законодательного собрания края. За четыре года центр обучил более полутора тысяч человек со всех территорий Кубани. После окончания курсов слушатель получает удостоверение и сертификат о выбранной специализации. Эти документы Россельхозбанк рассматривает как основание для кредитования. Курс обучения длится 3-4 дня. Слушатели познают науку больше на практике. За обучение в центре платит краевой бюджет. И это не единственное место, где начинающий земледелец может пройти обучение. Еще одно из направлений поддержки – предоставление земли в аренду. Пилотным проектом в рамках краевой программы стало постановление о развитии виноградарства, садоводства и овощеводства в пяти муниципальных образованиях края – Анапе, Геленджике, Новороссийске, Тимрюкском и Крымском районах. Ежегодно в Россию заводится 300 том импортного винограда. Отечественный рынок составляет лишь десятую часть этой массы. Законодатели совместно с кубанскими виноградарами решительно настроены переломить ситуацию. На этих территориях Российской Академии сельскохозяйственных наук было проведено обследование земли и сформированный участок, пригодный для выращивания виноградников и плодовых садов. Эти участки желающие предприниматели малых форм хозяйствования могли получить в аренду. В 2011 году заключено порядка 70 договоров. Геннадий Апарин – руководитель малого предприятия по выращиванию винограда «Семигорье». За два года получил и заложил за счет государственной поддержки 8 гектаров винограда. Его успешно выращивает, продает, а из остатков делает так называемое гаражное вино. Именно к нему в хозяйство приехали депутаты законодательного собрания края лично проследить за ходом исполнения постановления. Хотелось бы, чтобы вот эти виноградники, может он 50 лет жить, чтобы вот уже гарантированно минимум 50 лет этот бизнес вот здесь существовал. С этого началась очередная выездная сессия законодательного собрания Краснодарского края, посвященная именно развитию виноградарства, садоводства и овощеводства на Кубани. Посадка и выращивание садов и виноградников – это многолетний и трудоемкий процесс, требующий значительных инвестиционных вложений на протяжении первых четырех лет с момента их посадки. Поэтому является непосильным для самостоятельного освоения малыми формами хозяйствами. Это специфика производства плодов и винограда. Без финансовой поддержки со стороны органов власти ее усуществление для многих проблематично. На сессии была озвучена положительная динамика виноградного и плодового производства в пяти вышеуказанных муниципальных образованиях края. Все целевые программы развития малых форм хозяйствования. Ну и, конечно, законодателями совместно с фермерами были затронуты проблемы. Долгое оформление земель, отсутствие специальных холодильных установок для хранения винограда, проблемы транспортировки и сбыта. Мы с вами находимся только в начале этого пути. Значит, есть у нас Анапская опытная станция, да? Значит, есть там специалисты. Они следуют, что у них не хватает денег. Вы слышали, что тот, кто занимается сегодня виноградарством, нет сортов. Вы слышали, что ученый сказал о том, что нарушение всех действующих норм и правил за три года готовы сорт зарегистрировать. Я не очень с этим согласен. Я хотел бы, чтобы у нас сорта были такие, чтобы потом не пришлось жалеть, что их зарегистрировали. То есть здесь нельзя нарушать нормы и правила, нельзя отступать от предложенных, вернее, от установившихся норм. Положительный опыт планируется применять и в других районах. Уже на мартовской сессии ЗСК будут озвучены пригодные участки земли под виноградарство, садоводство и овощеводство в других районах, в том числе Туапсинском. Мы можем выращивать, конечно, в Туапсинском районе, безусловно, виноград. Великолепные почвы для выращивания садов, для овощных культур. То, что выращивалось в советское время тоже, но сейчас значительные площади пустуют под бывшими садами виноградников. И сейчас задача поставлена на мартовскую сессию. Сделать анализ, подготовить новые участки, подготовить людей, обучить их. То есть эта работа должна вестись непрерывно, и чтобы жители Туапсинского района также получали свое материальное благополучие, ну и налогооблагаемую базу тоже. Малым формам хозяйствования может заниматься каждый земледелец. Например, только в Новомихайловском городском поселении зарегистрировано 1190 частных домовладений с приусадебным участком. 200 из них с целевым назначением личное подсобное хозяйство. Кто-то из них уже улучшает свой уровень жизни за счет развития личных подсобных хозяйств. В одном только ПСБ в каждом дворе ведут ту или иную форму хозяйствования. Кто-то для себя, кто-то на продажу. Необходимо уже сейчас развеять миф, что прибрежные территории предназначены лишь для туристического бизнеса. Растеневодство, животноводство, пчеловодство, земли и пастбище района пригодны для этих целей. Сейчас для государства, в частности для Краснодарского края, это одно из приоритетных направлений. Для населения, собственный сельскохозяйственный бизнес, это возможность гарантированной заднятости на многие поколения, ведь земля всегда накормит.